На выборах президента Александр Иванов сегодня впервые. До этого, говорит, не голосовал. А сейчас появились все возможности. Мужчина, инвалид, колясочник. Здесь условия очень удобные. Доступная среда на высшем уровне, я скажу. И все на пять. Атмосфера, я удивился, честно говоря, то, что очень много людей пришло. Люди как бы исполняют свой долг, выбирают президента. Молодцы. Для людей с ограниченными возможностями есть все условия. К примеру, на избирательном участке номер 254 для инвалидов-колясочников сделали специальную кабинку. Подъездные пути почищены, пандусы есть. Кабины для проголосования тоже имеются. Уже многие пришли, проголосовали. Всего в Сатарстане подготовили 290 кабин для инвалидов-колясочников. Кроме того, для незрячих сделали информационные брошюры, изготовленные шрифтом Брайля. Свою помощь оказывают и волонтеры. С каждыми выборами все больше и больше количества людей с инвалидностью принимает участие в голосовании. Если раньше они в основном принимали участие и к ним приходили с переносными урнами, то с каждым годом инвалиды имеют возможность все больше лично принимать участие на избирательных участках и отдать свой гражданский долг. Всего в Татарстане 290 тысяч людей с ограниченными возможностями. Сегодня они вместе со всеми пришли, чтобы сделать свой выбор. Айрат Назип, Фрамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова